А вот в каких условиях эти неизвестные сегодня задержали адмирала Гайдука. Штаб военно-морских сил в Севастополе был заблокирован оккупационными российскими войсками уже более трёх недель. Несколько раз требовали от командования сложить оружие и признать самопровозглашённую власть Крыма. За всё время ни один солдат, ни один офицер не изменил присяги на верность данному украинскому народу. Но сегодня российские воины использовали другую тактику. Восемь утра. Штаб военно-морских сил Украины. У ворот собираются севастопольцы. Спустя неполный час их уже около двухсот человек. Среди них много женщин. Именно они начинают штурм. Выходите! Вы же мужики, чёрт побери! Свалить железные ворота помогают люди в российской форме. Это они на протяжении трёх недель блокировали штаб, устраивали провокации и требовали от украинских военных сдаться. Но на штурм так и не решились. До сегодня. Но после разрешения Министерства обороны Украины использовать оружие, прятались за спинами пророссийски настроенных севастопольцев. По ним украинские солдаты стрелять не будут. Ребята, не напирайте! Украинские офицеры как могли удерживали толпу, чтобы она не разгромила помещение. Российские солдаты развесили по части триколоры и снова потребовали от командиров военно-морских сил Украины сдаться. Предлагали и другие варианты. Принять российское гражданство и продолжить службу в российской армии, либо уйти на гражданку, но с паспортом России. Или, оставаясь верными присяге и не меняя украинский паспорт, покинуть территорию Крыма. Я не знаю, как рассказать, как можно чувствовать. Всё стало неожиданно просто. Всё было хорошо и стало всё неожиданно. Мы к этому не готовились. Собрав вещи, украинские военные оставили воинскую часть. Выходили молча, ни с кем не вступая в разговоры. Татьяна Осадчая, Владислав Осипов. События. Севастополь.